Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Марлен Измайлов, главный редактор издания «Про город в Рязани». Коллега, здравствуйте. Здравствуйте. Марлен, вот случайно узнала, что сами вы не рязанец. Как так получилось вообще, что человек из другого города, да, стал редактором «Рязанской газеты», издания «Рязанского»? Да, я не рязанец, но, наверное, уже более года, почти два года считаю себя рязанцем. Наша газета «Про город», она была придумана и создана в городе Киров, Вятка, Кировская область. А куда вы, собственно, и приехали? Да, я приехал, мы приехали вместе со всей моей семьей, мы приехали из Вятки в Рязань, чтобы вот открыть и выпускать здесь эту газету. Подобные издания выпускаются уже во многих городах России, ну и вот выбор пал в том числе и на Рязань. А ну а как это было первое время? Наверное, непривычно, да, то есть непривычные люди, непривычный город, как бы не близок совсем, да, там название улицы, в конце концов, незнакомое. Как справлялись? Ну, в начале, конечно, довольно сложно, да. Приходилось много перемещаться, во-первых, по городу, с людьми общаться, знакомиться. Ну, наверное, благодаря как раз активности, то, что мы вот не сидели в заперти, общались много с людьми, с горожанами общались, ну, вот как-то быстро обросли связями, знакомствами, информацией о жизни города. Как давно вообще вы вот работаете в изданиях? То есть в Рязани вот уже почти два года, а вообще? Ну, вообще, очень давно, наверное, более 20 лет я занимаюсь выпуском самых разных СМИ, интернет-проектов и печатных изданий. Ну, вот, ну, у нас так выстроена наша организация большая, что мы вот иногда перемещаемся по стране. Вот до этого у меня был Нижний Новгород, сейчас Рязань. Вот, но мне кажется, что в Рязани мы надолго, нам понравился город, наверное, мы здесь будем жить. Скажите, вообще, насколько интересна вот эта работа? Ну, вообще, считается, что любые средства массовой информации, это интересно, да, это творчество? Да, я думаю, что вы прекрасно знаете, что это такое, это общение с людьми, это много новой информации. Ну, вот в своей работе я люблю то, что мне очень нравится, это то, что удается оказывать реальную помощь людям, решать какие-то, пусть мелкие, бытовые проблемы людей. То есть это на самом деле люди обращаются, люди что-то там просят, пишут и вы помогаете? Да, ну, мы это позиционируем как миссию нашего издания, да, вот работу напрямую с населением, когда люди обращаются даже с самыми простыми вопросами, вот, мы пытаемся находить для них ответы, и мы пытаемся заниматься их проблемами, там, начиная от публикации, заканчивая просто поисков концов, да, как подступиться к вопросу, иногда даже это людям дается тяжело, вот, поэтому мы всегда приветствуем обращения, звонки в редакцию, письма и прочее. А вот у любого журналиста, ну, любого, наверное, будь то телевидение, будь то печатное издание, да, ну, наверное, есть такие случаи, вот, когда ты гордишься, вот, кому-то ты помог, что-то ты сделал, да, и не просто ты сделал свою работу, а вот именно ты гордишься. Ну, конечно, такие случаи есть, я, правда, не хочу сказать, что это прям какая-то великая гордость, потому что, на самом деле, в нашей практике это ежедневная работа, вот, кроме того, ну, да, мы действительно помогаем, получаем, получаем часто результат, иногда это какая-то даже благотворительность, но вот о таких случаях как раз не хотелось бы распространяться, да, потому что, ну, это совершенно нормальная часть работы журналиста, вот, вот, иногда нам, например, даже еще и достается от наших читателей, звонят и начинают уже нас ассоциировать, например, с городскими властями, с городскими службами и звонят, чтобы так вот поругаться, почему же у вас вот дорога тут развалена или почему у нас кран течет. Такое тоже бывает. Да. А вот про коллектив расскажите, ну, любой творческий коллектив, наверное, ну, это творческий коллектив, да, которому нужно как-то найти подход, с которым как-то нужно работать, потому что творческие люди, вот, по себе знают, это творческие люди. Да, это не без сложностей, конечно. Творческий коллектив с ним. Наверное, основная особенность нашей работы здесь, в Рязани, мы стараемся работать с молодежью. В основном это только-только выпускники вуза с журналистским образованием или нет. Или люди вообще далекие даже от журналистики. Мы стараемся учить, погружать в эту профессию практически с нуля, чтобы они наш формат хорошо понимали. Это, конечно, с одной стороны очень интересно, а с другой стороны очень сложно. Потому что, когда человек первый шаги в профессии делает, на него очень сложно взвалить какую-то ответственность, поставить задачу и быть уверенным, что будет сделано как надо. Много очень нюансов возникает. Но мы учим, и выработана даже целая технология, как из дилетанта сделать журналиста за какое-то время. А вот, кстати, с таким опытом, с огромным, например, приходит новый человек, но какое-то время, естественно, там проходит. Допустим, возьмем небольшое время. Как быстро вы видите, тот человек или не тот человек? Какие-то качества? – Обычно в течение месяца становится понятно, если у человека тяга. На самом деле, ключевое, на мой взгляд, ключевое свойство журналиста человеческое – это любопытство. Любопытство, интересы, неравнодушие. Когда человек любопытен от природы, все уже гораздо проще. Его проще направить в работу, направить на определенные проблемы и задачи. Если любопытства нет, если человеку скучно заниматься, даже журналистикой, ну, конечно, с этим уже сложно работать. – То есть, на самом деле, журналистское образование – это необязательные условия? – Нет, не обязательно. Я думаю, даже, ну, честно, да, вот сейчас качество журналистского образования оставляет желать лучшего. Если человек во время учебы в ВУЗе не имел такой серьезной практики, не работал одновременно где-то в одном или нескольких СМИ, то, наверное, такое образование даже и получать-то, наверное, бессмысленно. – Ну, просто я знаю, многие люди, да, например, они мечтают работать где-то на телевидении, в газете, там, да, на радио, а потом сами для себя думают, ну, я же там не учился на журналиста, ну, как я туда пойду? – На самом деле. Мы приветствуем математиков, физиков, агрономов, инженеров. Люди, которые, ну, работали с конкретной материей, там, со сложными дисциплинами, да, у них немножко по-другому работают мозги. Хорошо работают, так скажем. – Выкручиваться – самое главное тоже такое умение. – Ну, да, это важно для журналиста. – А вы, кстати, по образованию кто? – Я журналист по образованию. И вот в связи с этим мне пришлось очень много вот своей практики осваивать простых таких инженерных, бытовых и прочих данных и знаний, да, чтобы мог быть достаточно профессиональным в своем роде. Потому что просто образование журналистики вряд ли дает такой результат. – А с какими-то бывшими коллегами как-то вот связь какую-то поддерживаете? То есть, например, может быть, кто-то после вот того, как поработал с вами, куда-то там еще продвинулся, да, вот в средствах массовой информации. Кем-то, опять же, там можно гордиться. И есть такие случаи? – Ну, многие журналисты, с кем я работал, стали редакторами изданий и в нашей организации, и в других. Кто-то уехал в столицу. Мы такая тоже кузница кадров для столицы в основном. Что жаль, конечно. Ребята хорошие, талантливые, часто уезжают в федеральные издания какие-то. Я не могу назвать, наверное, сейчас каких-то громких фамилий, но есть такие люди. – Это хорошо. Вот два года уже практически, да, про город, издания, в Рязани. Какие-то планы на будущее? – Ну, основная задача газеты про город в Рязани – это увеличивать охват города. То есть, вот сейчас у нас тираж 110 тысяч экземпляров, и мы покрываем, ну, наверное, порядка 40% многоэтажных домов в городе. Ну, вот задача в 2016 году – увеличить тираж так, чтобы больше людей имели доступ к нашему изданию. – Ну, я желаю вот еще вам быть всегда интересными. – Да, спасибо. Это верное пожелание. Мы, конечно, изо всех сил стараемся быть интересными, чтобы каждый номер было интересно взять в руки и читать. И, ну, хотел бы еще вот для читателей сказать, что помимо газеты, где очень ограниченный объем информации может помещаться, у нас работает интернет-проект «Прогород62.ру», где новостей в десятки раз больше. Вот, и мы стараемся делать что-то интересное там, интересные проекты, интересные новости, статьи. – 21 век, в конце концов. – Конечно. – Это хорошо. Спасибо вам огромное. Удачи и творческих успехов нашим телезрителям напомню. В гостях у меня сегодня была Марлен Измайлов, главный редактор издания «Про город в Рязани». Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова